Разумные из народов разумят многих, хотя будут страдать. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь. Вот это мне нравится. Ты думаешь, ну это что так мало, такое неободрительное место. Да, это очень ободрительное место. Это благодать, которая будет точечно высвобождаться в жизнь любящих Господа. Благодать, едой, кровом, защитой, одеждой. И мы будем с вами инструментами этой точечной благодати. Стрелы любви, попадающие в десятку. И Он говорит, во время страдания будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Видите, не будьте легкомысленными и простодушными. Господь не хочет, чтобы мы были простодушными. Он хочет, чтобы мы были мудры, как змеи. Он не хочет, чтобы мы были легкомысленными. Он говорит, о легкомысленные девицы. Вот такие церкви есть, легкомысленные девицы. Ну, знаете, если кто-то видел когда-нибудь легкомысленных девиц, это очень печальное зрелище. Это не мудрая жена, это легкомысленная девица. Она как листок туда ветром сюда, и ей верить нельзя. Она то с одним, то с другим. Легкомысленная девица. А разумная жена, она как гора Сион. И написано, что притворно будут присоединяться, мы должны тоже различать притворно присоединенных и не ставить на них. Они будут, любите их, давайте им благодать, учите их Слово, но различайте притворных присоединенных. Ученики – это другое. Поэтому сегодня есть новые учения, есть новые акценты в Писании. Это вечное учение, но акценты приходят по-новому. Вы никогда это не слышали. Вы никогда это в книжках не читали. Но это то, что сегодня нам необходимо знать. Потому что время наше пришло этих мест Писания. И так происходит. Живая книга священных Писаний оживает. Поэтому различайте притворных верующих и сами не будьте такими. Они будут среди нас. Написано, и многие присоединятся, но притворно. И это не воля Божия, чтобы притворные наши толпы людей были постоянно падали, хромали, чтобы на них мы ставили. И пастор мучается, все время не может на них понадеяться, они его подводят и так далее. А ты где был? Ты же Библию читаешь? Итак, пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения их и для убеления их к последнему времени. Ибо есть еще время до срока. Братья и сестры, это очень серьезное слово для нас. Убоимся Бога. Придем в мудрость. Чем отличается простодушность птицы, которые попадают в сеться слова от змеиной мудрости? То, что змея осторожная. И нам нужно быть осторожными. Внимательными и чуткими. Это не значит быть трусливым. Это значит быть мудрым. И сейчас змеиная мудрость как никогда нужна в это время. Будьте как Давид, о котором Саул говорил. Он очень хитрый. И быстр, как серно по горам. Его невозможно победить. Его невозможно поймать. Но он ошибался в одном. Давид не был хитрым. Он был мудрым. И он был помазанным. И он был Вадим Духом Святым. Слава Богу. Святые тоже будут страдать. Это нормально. Нам нужна позиция. Нам сегодня нужно понять нашу позицию. Принять эту позицию. И стоять в ней. Невзирая ни на что. И мы можем сделать это время сложным. Принять его как очень тяжелое время. А можем сделать это время своим временем. И сказать, это мое время. Потому что у меня есть позиция. Мы можем сейчас проволочить это как сложное, тяжелое время. И ныть ходить. А можем взять его и сделать своим временем. И это мое судьбоносное время. Вот что делают мудрые, о которых я прочитал. Чтобы усилиться для действия. Понимаете? Использовать это время как возможности. Для Евангелия. Для усиления и умножения. Какие современные тенденции сегодня мы видим в нашем воздухе. Вот за нашими стенами. Везде, повсюду. Несколько вещей. А не разброс. Может быть не по очереди, не по приоритетам. Но просто. Разложение нравственности. Все мы не увидим. Это нормально считается. Это то, что нас окружает. Оно царит в воздухе. Это не стыдно. Девчонки пристают к парням. Снимают их парни. Говорят о том, что ниже поясов открыто. Все с детского сада. Школы. Все об этом. Просто все. Разговоры. Шутки. Абе только разложение нравственности. То есть даже нет стыда. Не краснеют даже уши. Те, кто из того поколения постарше. Они не могут это выдерживать. Такая грязь. Течет. А Писание говорит, что от уст приходит проклятие. Маты. Маты – это имена бесов. То что ожидать, когда чрево наполняется от уст. И жизнь и смерть во власти языка. Земля наполнена матом. Что мы говорим? Что мы слышим нашими ушами? Мат на улице неприкрытый. Остывание интереса к вере. Люди равнодушны к вере. К религии. Охлаждение любви. Они говорят, что теперь не любить надо, а заниматься любовью. Вы подумайте, какая замена. Это трудно любить теперь. Можно заняться любовью и прервать этот процесс. И потом переключиться на новые объекты. И все падает. Земля шатается, как пьяный. Даже самые лучшие и храбрые не могут подняться. Меркантильная философия жизни. Всем нужны деньги. Сколько комнат в твоей квартире? На какой машине ты ездишь? Сколько ты зарабатываешь? Ключевые вопросы, которые интересуют людей, когда ты знакомишься с кем-то или выбираешь социальные, ну, социум людей, с которыми ты будешь двигаться. Поделять жизненных ориентиров. Люди не знают, кем они будут, чем они займутся. Они хотят быть богатыми, красивыми и так далее. Но реальность другая. И на что ориентироваться? И мы смотрим с молодыми людьми. Те, кто сомневаются в вере, и мне их жалко, потому что они потеряны. Они не знают, что делать. Мораль на кухне не помогает, потому что с мамой, это с папой все по-другому. У них только что есть, это слова. А примеры они дать не могут. Показать путь они не в состоянии. Только слова, 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 слова без подкрепления правдой. И поэтому нужда церкви в последние дни – это позиция. Это огненная вера и любовь. Огненная. Сейчас, как никогда, в это время нам нужна огненная вера. Вера апостольская, вера в Бога, вера в Слово Его, вера в Богу, верить Богу, который сказал Слово, и стоять в этой вере в Его Слово. Вот что нужно сегодня церкви. Верить Богу нужно, Его Слову, Его обещаниям, Его сердцу верить Богу, который есть Бог, есть любовь. Сегодня нужда церкви в последних дней – это водительство в откровении. Откровением нужно водиться, а не разумом и нуждой, страхами или же обстоятельствами, советами людей. Сегодня нам нужда есть духом водиться, братья и сестры. Что Бог открывает, а Он говорит с народом, который ищет Его. Он не в безмолвии. Почему мы не слышим Его? Потому что мы не ищем достаточно. Если мы будем искать Его, Он будет нас вести. Потому что Он вождь, вождь народа своего. Нужда церкви в последних дней – это братская любовь. Братская любовь прямая, без прикрас, которая прямо говорит, говорит истину Божью. Братская любовь. Братская любовь не бросает. Братская любовь умирает. Для себя. Ради ближнего своего она не предает братская любовь. Откройте глаза и будьте здравы. И сегодня есть огромная нужда настоящей братской любовью любить, а не словами. Я буду заканчивать последние. Нужда в церкви в последние дни – это готовность страдать, как неотъемлемая часть Евангелия. Потому что в Господа надо не только верить, но и страдать за Него. Поэтому страдания Христос показал, что страданиями навык послушанию Он взял по благодати Божьей, которая была для Него больше всех дана, вкусить смерть за нас. Это была Его благодать. Это была дарованная благодать Сыну Божьему вкусить за нас смерть. По благодати. И поэтому благодать проявляется многоразлично. И страдания за Христа являются частью Евангелия. Не что-то экстравагантное, не что-то когда-то там раз в тысячу лет происходит. Ежедневное. Готовность. Я не говорю страдания. Я говорю готовность. Готовность благовествовать мир. Готовность страдать за Христа. Готовность следовать за Ним, невзирая на боль. Вот это апостольская вера. И что нас, кто нам повредит, кто нас победит, если мы так будем стоять? Кто сделает нам злое, если мы будем ревенителями доброго? Поэтому я ничего нового не сказал. Это Церковь Господа Иисуса Христа, Невеста Христова. И мы с вами здесь снова, чтобы напоминание возбуждать нам чистый смысл, что Иисус умер за нас, но Он и воскрес из мертвых, чтобы нам жить свято и ожидать блаженного явления Сына Божьего с небес, чтобы вместе с Ним жить вечно.